Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что ж, будем надеяться, друзья, экспериментируем дома. А сейчас я предлагаю переходить к тем блинам, которые у нас уже есть, тоже из разряда ажурных. Да, это один из блинчиков, который вот на нашей кукле, да, вот он как мы сделали, вот такого белого цвета. Что мы сделаем? То есть можно сделать, оформить куклу, а можно также, вот видите, на тарелочке оформить блины. Еще на них говорят кружевные блинчики. То есть что мы делаем? Мы берем блинчик, например, вот мы сделали шоколадный, да, ложим. Кстати, кстати, какой краситель для шоколадного. Обычный какао. Да? Обычный какао-порошок. Отлично. Сверху такими круговыми движениями наводить следующий цвет теста. То есть первым идет не черный, а идет обычный блин. Да, идет блин. То есть первый, видите, слой идет, как бы одна сторона белая, потом мы ложим с вами, то есть той стороной. Лицевой, которая будет под низ, да. И то же самое заворачивая. Единственное, что можно использовать различную начинку еще в блинчик вот такой. То есть это может быть какая-то шоколадная паста, это может быть фруктовая начинка. Даже нотелла, любимая в семье. Да, да, да. Вот что детки любят в семье. Кто-то любит очень сильно бананы, кто-то яблоко, апельсин. Кто-то можно взять творожную начинку, то есть вкусно еще и полезно, да. То есть как бы это уже на каждое усмотрение каждой хозяйки, что любят ваши дети. Как фантазия вам позволит, что сделать, то можете и творить. Так, идем дальше. Следующий блинчик тоже очень простой блинчик. Здесь идет тоже два вида теста. Опять же, вы видите, мы использовали краситель, да. То есть вот такой вот вышел. Что делаем? Обычный блин скрутили в два вида теста. И просто берем... Сделали наискось разрез. Да, то есть мы берем, разрезаем. У нас получаются, видите, вот такие вот блинчики. То же самое можно подать с каким-то соусом, можно подать сгущенным молоком, добавить орешки, добавить фрукты. То есть, ну, кто что любит. Вы, каждая мама знает, что дети их любят. Ну и последний вид, хотела вам показать, что блины у нас бывают... Похожие на хинкальку. Да. Блины бывают у нас не только сладкие, а мужчины любят многие, что и блины, что были, ну, скажем так, соленые, да. То есть, какое здесь отличие? Тут в тесто просто добавляется не сахар, а немножко больше соли. Да. Используется разная начиночка. То есть, можно начинку взять, опять же, что любят ваши семьи. Это может быть грибы, так вот, как сегодня в данном случае, да, мы сделаем. Может быть, мясная начинка. То есть, ну, что любят ваши семьи. Вплоть до того, что даже из сыра можно попробовать. Да. То есть, мы берем блинчик, налаживаем в центр, да, начиночку. Есть. И, как бы, вот так вот прикладываем. Сами завязки, я смотрю, делать можно из двух вещей, из двух продуктов. Это у нас и зелень, и, соответственно, с рисовыми. Да. Тоже все обожают. Как раз к соленому будет очень даже. Собрали кучочек и с помощью, опять же, что вы любите, или лучок, или сулугуни, или вязали. Я думаю, что сейчас, как раз, когда уже на пороге весна, всем хочется зелени, всем хочется этого всего попробовать. Уже поскорее. Вроде бы, только недавно было лето, все уже говорили, боже, когда зима, а теперь же опять визвечная проблема. Так, есть. Отрезаем все ненужное. Есть. И у нас еще один в коллекцию тоже готовый. Есть. Ну и сулугуни аналогично можно это же сделать. Да, обычная сулугуни, если вы любите, чтобы была более соленая, как бы закуску к чему-то можно блинчик, да, то можете завязать, использовать обычную сулугуни. То есть тоже подойдет. А по поводу вот таких еще хотелось бы изделий узнать, да, для детей это, наверное, в самый раз. Да. Я смотрю, что здесь у нас есть подставка полностью из блинов, тоже ее можно сделать? Можно. Конечно, но мы продумали до мелочей, то есть, опять же, мне помогали наши ученики, то есть, делали они это все сами. Мы немножко схитрили, мы взяли куклу нашу, посадили в пенопласт. Ну, правильно. Для чего? Чтобы блинчики у нас же держались, ну, просто их пенопласт прокалывается зубочисткой. И прикрепили. Ну, что ж, друзья, можете творить, можете сделать еще такую себе барби. А я хочу сказать большое вам спасибо и можем проанонсировать, когда же будет конкурс в этом году. Я так понимаю, что все могут прийти и не только посмотреть, но и попробовать. Конечно. Да, подходите. Где, в каком месте, во сколько, когда? Корабельный район, воскресенье, начало в час дня. Так что, друзья, приходите, всех ждут. А я, нагадаю, еще раз, что сьогодні готували ось таки смаковики, от которых я просто схожу слиною, разом із викладачем профессионального училища слинобудования Святлана Новопастушенко.